всем привет с вами снова я павел косенко сегодня мы разберем конкретный пример обработки изображения с помощью ofx плагина dehancer pro как вы наверняка знаете этот плагин содержит богатое количество инструментов для правдоподобной и качественной имитации пленочного изображения чтобы лучше понимать как они работают рассмотрим внутреннюю схему инструментов dehancer обычно работаю с изображениями представляют себе как линейную цепочку коррекций которые применяются последовательно одна за другой внутри dehancer pro обработка исходного материала имеет намного более сложную иерархию подробно об этом вы можете прочитать в специальной статье в нашем блоге ссылка в комментарии а в этом видео я кратко расскажу о том как устроен плагин dehancer изнутри к этой схеме можно условно относиться как к схеме нод в davinci resolve параллельные ноды в кавычках микшируются между собой в определенных режимах в davinci resolve не существует прямых аналогии тем методом микширования которые используются в dehancer но для более простого понимания этой схемы можно условно относиться к ним как к режимам наложения в блоке input мы указываем входящий формат изображения в блоке output исходящие параметры тут все понятно а все остальные инструменты делятся на четыре группы первая группа обозначена зеленым цветом это имитация процесса экспонирования пленки здесь мы управляем характеристиками эмульсии вторая группа обозначена оранжевым это имитация комбинированных процессов эмульсия плюс оптика третья группа раскрашена в синий цвет это имитация процессов печати пленки на бумагу или на другую пленку и четвертая группа серого цвета это дополнительные инструменты не имеющие прямого отношения к имитации аналоговых процессов черным цветом в название обозначены инструменты в которых происходят те или иные цветовые и только цветовые преобразования такие преобразования с некоторой степенью точности могут быть переданы в виде лут таблиц инструменты название которых набраны белым текстом занимаются пространственными преобразованиями такие преобразования не могут быть переданы в виде лут файлов хотя для ощущения пленочного изображения зачастую они даже важнее чем собственно сами профили пленок именно поэтому dehanser это не набор лут таблиц заменить dehanser простым набором лут файлов невозможно в принципе итак давайте посмотрим как можно использовать плагин dehanser pro на примере грейдинга конкретного видео изображения перед нами клип с камеры red формате raw мы будем интерпретировать его через color science ip2 с цветовым охватом red white gamut rgb и гаммой log3 g10 это стандартные настройки для raw файлов red которые позволяют получить максимум информации для дальнейшей работы и так создаем новую ноду и добавляем в нее ofx плагин dehanser pro на момент записи этого видео актуальная версия 3.0.1 к изображению применились настройки по умолчанию пленочный профиль и зерно но вы могли этого даже не заметить потому что пока что мы работаем с низкоконтрастным изображением формате лог поэтому первое что нужно сделать это указать входящий формат нашего файла в закладке input выберем камеру у нас и формат ip2 теперь мы видим изображение в нормальном контрасте и первое что бросается в глаза то что оно несколько недоэкспонировано мы можем компенсировать это с помощью параметра exposure compensation теперь когда общая яркость и контраст изображения приведены к нормальным можно перейти к выбору пленочного профиля по умолчанию выбран профиль кинопленки кодек vision 3 250 d предназначенной для съемки днем в облачную погоду но для этой сцены больше подойдет кинопленка кодек vision 3 500t подробно про кинопленки и о том как их используют можно почитать в специальной статье в нашем блоге ссылку опять-таки вы можете найти в описании к этому видео если вы не знакомы с пленками то можете попробовать разные профили и выбрать тот который вам больше всего понравится применительно вот к данной конкретной сцене при этом нужно учитывать что пленка 250d профиль который применяется по умолчанию достаточно контрастная при выборе многих других пленок визуальный контраст может снизиться это абсолютно нормально просто контраст пленки нужно согласовать с контрастом сцены для этого в dehancer есть несколько инструментов первый это expand с его помощью можно выставить белую и черную точки изображения мы пока не будем этого делать expand работает не как обычные levels или аналогичные инструменты а более деликатно подробнее об этом написано в статье про схему работы инструментов dehancer которую я уже упоминал в самом начале этого видео второй инструмент для согласования контраста это собственно параметр tonal contrast в группе print контраст здесь это контраст бумаги также на общий контраст влияет параметр exposure который позволяет сделать изображение светлее или темнее с минимальным воздействием на его крайней точке на общую яркость и контраст также можно влиять с помощью параметра preserve exposure который находится в группе параметров color head мы вернемся к этому инструменту чуть позже еще один инструмент который значительно влияет на контраст располагается ближе концу плагина это виньет он позволяет затемнять края кадра примерно так как это делает объектив камеры или соответствующее маскирование при печати с помощью этой казалось бы простой манипуляции можно весьма эффективно управлять вниманием зрителя если вы планируете использовать виньетку то лучше делать это на этапе выставления общего контраста и яркости изображения но сначала я вернусь группе print и воспользуюсь tonal contrast как первичным инструментом по работе с контрастом так теперь контраст вновь стал нормальным и можно возвращаться к виньетке пожалуй можно дополнительно уменьшить ее экспозицию то есть сильнее притемнить края по умолчанию виньетка создается от центра кадра но в данном случае наши герои находятся чуть левее чтобы сфокусировать внимание на них давайте чуть сдвинем центр виньетки влево виньетка значительно затемнило изображение именно поэтому я советую добавлять ее не на последнем этапе а ближе к началу процесса грейда теперь можно вернуть общую яркость изображения к нормальной это можно сделать с помощью exposure после этого вероятно придется вновь повысить общий контраст а можно с помощью white point в данном случае я предпочту белую точку теперь можно поработать с цветом как бы при печати пленки для этого в dehancer предусмотрен отдельный инструмент color head который имитирует светофильтры цветного фотоувеличителя подробнее о нем можно прочитать в еще одной статье ссылку на которую вы также можете найти в описании на мой взгляд сейчас изображение чуть более красное чем следует поэтому будет полезно убрать красный оттенок с помощью циан фильтра до после на первый взгляд изменение не очень заметное но на мой вкус оно важно для восприятия наиболее выразительно светофильтры color head работают со сниженным значением preserve exposure поскольку в этом случае меняется не только цвет но и плотность изображения именно так как это и происходит при аналоговой печати до после мне нравится одновременное снижение и уплотнение красного так и оставим можно даже дополнительно разогнать красный но уже не во всем изображение только в конкретных красных объектах то есть в освещении на заднем плане для этого воспользуемся параметром color density который имитирует насыщенность бумаги или принт пленки color density в большей степени воздействует на насыщенные цвета и в меньшей степени на ненасыщенные если вы решите что тени здесь избыточно провалены то можете скорректировать черную точку или воспользоваться инструментом аналог range limiter теперь можно скорректировать черную точку но уже без проваливания теней мне нравится что получается но не хватает общей плотности с помощью exposure я могу притемнить изображение почти не воздействия на тени так и поступить теперь снова чуть скорректируем точку белого меня устраивает такой вариант и теперь можно перейти к другим настройкам пленочного изображения в первую очередь это конечно зерно его параметры по умолчанию рассчитаны на средние зернистые пленки 35 миллиметров но мы используем более зернистую пленку 500t к тому же клип снимался при слабом освещении и чуть недоэкспонирован то есть не помешает замаскировать цветные шумы аналоговым шумом это будет выглядеть намного более эстетично в данном случае будет достаточно добавить зерна в тени и света с помощью параметров соответственно shadows и highlights теперь зерно соответствует выбранной пленки встает вопрос о том нужно ли было перед добавлением зерна предварительно подавлять исходный цифровой шум или нет здесь есть разные подходы мы считаем что обычно это не требуется потому что любой denoise снижает исходную вариативность цвета и уменьшает количество информации полезной для алгоритма добавления зерна вместе с тем предварительное подавление хроматической то есть цветовой составляющей исходного шума иногда может быть полезно сейчас мы не будем углубляться в обсуждение этих нюансов по факту дехансер перерабатывает цифровой шум в пленочное зерно и делает это весьма натуральным теперь добавим ярким источником света красные пленочные ореолы для этого есть инструмент холыжин до после параметры по умолчанию меня вполне устраивают переходим к инструменту bloom который оживит светлые участки изображения добавив им пленочной мягкости и свечения на границе контрастов параметры по умолчанию выглядят вполне подходящими единственное я бы чуть увеличил значение дефьюжн которое определяет размер свечения до после я немного увеличу изображение до после подробнее об инструментах фильм грейн холейшин и блум вы также можете прочитать в соответствующих статьях нашего блога все ссылки на все статьи можно найти в комментариях к этому видео в реальной работе конечно мы не всегда можем ограничиться одно лишь только нодой дехансер иногда требуется дополнительные коррекции в том числе локальные например здесь я бы хотел притемнить избыточно освещенные при съемке волосы девушки а также слишком светлую складку футболки на парня я сделал это в отдельной ноде перед нодой дехансер до после на мой взгляд так лучше давайте посмотрим в динамике что в итоге получилось по моему отлично это не только выразительно но и действительно похоже на кинопленку кодек vision 3 500 т надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и конечно грейдите кино в дехансере до новых встреч